геннадий владимирович почему вот несмотря на все это что есть и списки потенциально сформированные есть и алгоритмы которые предполагается запустить в действие почему на ваш взгляд европа до настоящего времени на сегодня и не только европа но и сша продолжает вести но пусть такой не слишком близкие там и интенсивные разговорах с путиным но тем не менее они продолжают с ними с ним общаться почему они не примут более жестких радикальных мер по отношению к путина в его окружении ну давайте по-честному на западе нет таких проблем как у нас они своих путиных там давно уже как бы так сказать возможность появления путиных они давно ликвидировали сменяемая власть демократии там действующий президент легко проигрывает выборы например да или там во франции там макрон пришел когда проиграл действующий президент саркази вот и так далее то есть у них все нормально и какая задача сохранить жизненный уровень развиваться не допустить каких-то катаклизм правильно вот тогда вам не ответьте на этот вопрос а им на хрена так сильно в россию лечь получить какую-то там угрозу ядерного катаклизма вот зачем они стали не пережили хрущеву пережили брежнева пережили ну и путина как-нибудь так вот колобок да я бабушка ушел а дедушка ушел и путина как-нибудь переживут сдерживать да не давать так сказать где-то там чего-то такое по возможности поддавливать да а там серьезную конфронтацию вступать зачем а зачем чтобы ядерная бомба взорвалась где-нибудь в вене в берлине и в париже а на хрена им это такое удовольствие сомнительное поэтому они будут на грани какого-то возможного действия они конечно будут сочувствовать они конечно будут помогать кому-то да они конечно будут требовать там освобождения политзаключенных алексей навальных других так далее но они не будут лезть на рожон и это правильно они будут за нас решать вопрос путина путинизма диктатуры полицейской хунты тогда вот это надо понимать что у них нет такой задачи сверху путина я так говорю простым понятным у них нет задачи сверху путина у них есть задача сделать так чтобы россия не стала источником третьей мировой войны который тогда уже придется уничтожать по полной программе весь российский народ другого вряд не будет надо понимать чем там путин говорит что мы там все брать попадем он понимаешь если война ядерная счета у запада не будет никакой литературы как полное уничтожение россии с точки зрения ее потенциалов то есть 100 миллионов погибнет народ вот это понимать они этого не хотят и поэтому они не будут налив нарываться на граждан да если будут поддержки какие-то контакты да не какие-то будут компромиссы да не что-то такое они будут где-то подавлить а где-то ослаблять где-то подавлю где-то ослаблять это первая причина ну а причина номер два она такая субъективная а кто является переговорным центром в россии с западом по этим вопросам я имею ввиду кто вот будет говорить о персональных станциях о финансовых наследник поднимать обращаться западе обращаться к западным политик кто сложно сказать структуры вот я могу сказать еще проще нет такой структуры сейчас есть отдельные не очень сильно презентативные структуры которые пытаются заниматься и надо им отдать должность за это 20 страну но вот такой серьезной структуры которого на уровне диалога с западом лоббировал вопросом персональных санкций персональных расследований принятие каких-то мер так такого нет потому что это очень опасно потому что это нужно серьезной системе большая организующая работа поэтому этого пока нет и запад тоже говорят ребят ну да ну а мы чё должны делать вы нам скажите ну только не не вася пупкин там не не петя там какой-нибудь там хренкин а вы как тут соберите людей которых мы знаем уважаем доверяем соберите скажите давайте вот делаем тот давайте введем санкции в отношении таких давайте проведем расследование по таким-то вопросам мы же не знаем вашу страну так как знаете ее вы нам-то чего там какой-нибудь замгубернатора какого-нибудь края у вас там жулик вор как там был в одном красноярском крае когда там был замгубернатор который там слал миллионами деньги своей семье сша и скупал там недвижимость мы-то об этом знали американцы нет вот поэтому ну что я они же хотят какого-то дела диалог такого пока не получается потому что никто не хочет заработать из политиков которые там допустим есть они не хотят получить клеймо там вот иностранного там наймита агента госдепа а те кто есть и готов но может быть там не хватает авторитета влияния а может быть смелости хватает потому что новичок то производится в лаборатории поэтому конечно все это сопряжено серьезной организационной составляющей который пока нет вот я назвал две причины почему запад может не проводить такой активной политики противодействия путинскому режиму первое это объективно то что они все-таки о своих гражданах заботиться чтобы там не было войны и прочее а вторая причина не с кем разговаривать в россии пока но из россии я понимаю что в россии сейчас вообще нельзя разговаривать это смертельное таскать занятие а даже те люди которые уважаемые находятся за пределами россии но они пока как бы к этому не готовы морально или организационной не знаю в этой связи геннадий владимирович к путин находится власти навальный и другие политические заключенные будут в тюрьме да конечно мы же видим себя даже даже пичугина который осужден там на пожизненное даю при придумали ему статью придумали мы там не существующее убийство и вот он 17 лет уже находится 17 лет в тюрьме ему решили ужесточить условиях уж когда в жизни чего там ужесточать нет его там сейчас рефортов там будут чего-то вододавливать и прочее придумывать какие-то дела паники тибелых мы знаем новое дело по навальным новое дело там по многим новые дела идут то есть это говорит о том что режим совершенно так сказать обезумен в своем действительности своим желанием так сказать жестоком преследовать своих оппонентов да к сожалению да на ваш взгляд власть в какой-то степени боится сентября думаю что нет потому что она боится только обострение политической ситуации она боится протеста низов что вот политизация общества вынуждены политизации ну все-таки надо кого-то там звать на выбор там даже все равно это какая-то будет агитация какие-то они боятся обострение общей ситуации не выбор все там выбор боятся полная банда мошенников цехи сидит им чё скажешь что они напишут и проблем на хоть один процент проголосует за власть напишут 99 вам филова там и и подельники они там давно так сказать требует своей отдельной статьи отдельно судебного процесса прекрасно понимаем защищены поляна убраны все конкуренты там ну и так далее поэтому они не боятся сентября они боятся общего общей политизации общества который может произойти на этом фоне поэтому они убрали всех как они считают крикунов критиков что там тишь да гладь да божья благодать не придут на выбор придут три процента но условно говоря на выбор отлично а придет один еще лучше а никто не придет вообще прекрасно уэлла александр панфилов полная свобода так сказать там подделки по полисвискации протоколов и итогов голосования вот они спокойно они не выборов боятся они боятся обострение политических статус народу 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 живет хуже экономика валит образование валит ковидная борьба проиграна полностью россия зоны самых больших трагедий несчастья там и смертей насколько официально там уже свыше 700 человек умирает официально только официально а россия есть такая таблица вранья знаете такая мировая таблица вранья составлена и она где-то печаталась каждая страна привирает статистику привирает той или иной степени там от пяти семи процентов до в несколько разов в несколько раз россия чемпион по вранье по этой таблице россии там берется избыточная смертность и вот как там сопоставлять эту избыточную смертность с данными пока вид у кого-то разница в 10 процентов а у россии в три раза ну вот поэтому если мы сейчас возьмем что допустим у нас реально умирает от ковида больше чем показывает статистика то у нас не просто катастрофа гипер катастрофа поэтому власть боится вот этого обострение социального обострения голодных бунтов не рост морковка у нас 146 процентов говорят что морковь уже стоит там дороже чуть ли не манго да но я условно так говорю рост цента будет продолжаться рубль девальвируется вот сейчас нефть под 80 когда она была не под 8 сколько стоило помните сколько стоило рубль когда нефть было вот порядка 40 рублей а сейчас опять нет 80 доллар стоит уже 75 рублей это о чем говорит что за это время за шесть лет стоимость рубля упала практически в два раза то есть он обесценивался в два раза грубо говоря сейчас не рубля полкинг 56 копеек вот результаты экономические деятельности вот реальные доходы населения когда у нас инфляции там три с половиной там пять с половиной процентов таргетирование инфляции такие слова триггерные так сказать там и прочие ситуации начинается как как чертова мать инфляция 35 процентов пусть они в магазин то выйдут пусть они цены там посмотрят после запишут сравнят после людьми поговорят это 150 процентов отдельным группам товаров они 5 процентов поэтому они боятся вот того что все вот это вот в общей сложности на фоне неизбежной политизации общества у нас никогда думает там о политике либо так сказать после трети на диване сидя либо когда вот там какой-то период выборный начинает задуматься что там происходит то что там да блин там такой ох мы сейчас вот они боятся вот этого ох мы сейчас то люди правда начнут думать о политике и там думать ничего хорошего они не придумают вот они этого боятся но они выборов но не итогов они лицами цветов любой результат но пример лукашенко за него проголосовал там 10 12 процентов он нарисовал себе 80 тем какие проблемы твоя рука владыка сидит такой же преступник в цейке танк банды своей который там нарисуют любые цветы чем там поэтому совершенно очевидно что они боятся не выборов а политизации обострение всех выгонять тех сажали тех запрещают вот для этого нет не произошла политизация в общество в этот момент от каких-то там критиков крикунов там недовольных и так далее вот они сейчас гранит по щелям что-то наши только проверенные и доросли которые там чиновники послушные покорные они там шуметь не будут тихонько-тихонько таскать там раздадут свои плакатики тихонько-тихонько мы посчитаем нужный результат как можно тише как можно тише как можно тише вот собственно говоря чего не боятся получится у власти закатать в асфальт все оппозицию всех здравомыслящих людей россии оппозицию у них уже получилось закатать в асфальт нет никакой в россии оппозиции ведь просто отдельные люди трезвомыслящие еще их очень немного который еще имеет мужество свою точку зрения как-то излагать ну где там все я думаю что если начнем сейчас считать нет понятных намного больше чем там на виду на публике да но вообще я думаю что у нас там мои 20 мы считаем человек вот таких которых публики известны за 20 окна всю страну это они находятся в зоне риска огромного вот тот же володя рыжков он же внук как будто сказать очень взвешенный очень конструктивный очень умный очень грамотный и даже его там арестовали продержали ментовском оголотке извините так я говорю по простому я не знаю кого они не арестовали кого-нибудь там не задержали кого-нибудь там не предъявляет каких-то обвинений просто но если они вот этой женщине несчастные которые там тащили волоком и сознательном состоянии предъявили обвинение в нападении на полицейских а чему нет оппозиция нет оппозиции закатного асфальта позиции как политическая сила не существует отдельные люди остались вот а что касается народ ну да какой-то предел какого-то срока удастся разогнать по щелям конечно но сейчас по щелям сидит вот сидит и там не высовывается с кухон но это какого-то времени пока там не наступит процессов ведь власть будет ослабляться она не будет она и сейчас становится слабее вот применение силы это не от силы от слабость на самом деле если раньше они могли манипулировать пропаганду включать еще как-то там какие-то придумывать ходы и проекты сейчас это не работа это грубые силы это означает что инструментарий у власти сократился резко то есть тупая грубые силы это не от силы от слабости и власть будет дальше слаб слабеть она будет разбираться внутренним противоречиям она будет ослабевать из того что будет валиться экономика она будет ослабевать из того что начнет валиться социальные сферы образования медицина там транспорт это связь и прочее прочее вот это вал проблем начнет нарастать у нее раны внутренние противоречия межклановая борьба подставы различные это все будет ослаблять а тем более возраст тем более путин теряет политическую адекватность я думаю что они со здоровьем тоже какие-то проблемы серьезные но чем вон там в бункере сидел там полтора уже два года почти сидит с редки с редкими редкими вылазками да из этого бункера чем боится мужика вида нужно все мировые деда давно привели давно ездит давно встречается давно общается давно ведут активную работу и никто общем-то по большому счету не боится заболеть не умереть от этого к вида вакцины уже есть уже в израиле лекарства забрали мой твит там набрал огромное количество просмотров к там перепоста статью о изобретении лекарства в израиле ночью вот боятся путину чем-то бункере спрячет значит какие-то проблемы есть серьезные но мы видим на и на его так сказать выступление слова начал путать там трудом подбирать сравнение он же неплохо говорит всегда пусть всегда неплохо говорил это я могу отметить но вот сейчас что-то происходит и мы же точно совершенно не понимаем что происходит вокруг совершенно точно понимает просто вот по глупому подставлять превратил себя в мирового позволил позволил превратить себя в мирового избоя человеком которым которым там нерукопожатым которым который он брезгует сейчас ну нормальный человек не не будет все равно будет как-то пытаться выглядеть хорошо везде значит он не понимает как что с ним происходит с его имиджа в мире происходит и понимаете не понимаете страной происходит не понимает какой какому озверению приведут конечном итоге действие словиков и последний вопрос геннадий патрушеву 70 лет не поздравляли нет как-то у меня рука не поднялась но шучу конечно нет ночью что я буду поздравлять человек который стоит во голове беспредел полицейского но это было бы кощунцами и цинично поэтому конечно нет я думаю что патрушку пройдет в историю как бывшего коллекса по цеху так скажем он не мой коллега по цеху я работал в контрразведке он непонятно где вот поэтому я думаю что он войдет такой мрачной фигурой тридворка у него потом в истории будут тыкать пальцем что там как было ракчеев да когда-то вот у нас патрушка мрачная фигура я думаю что там по полной программе продает всеми теми недостатками которые есть в системе мы еще не знаем чем они закончат надо понимать что мы сегодня сейчас в этом данном моменте мы не представляем чем они закончат то что еще не вечер то что еще не ягодки а цветочки это совершенно точно то есть я как оптимисты из анекдота говорю что будет еще хуже к сожалению про будет лично намного хуже мы еще не прошли и только приближаемся к конечным стадиям путинского режима или конец быть ужасно увы я обязан сказать на людям которые нас будут слушать иначе это будет не да конечно нам предстоит это пройти мы сами в этом виноваты мы сами разменяли свои свободы на колбасу на лэптоп и ипотеку все это аукнуть аукнулся уже и еще больше но я не знаю будет народу формируется ли исторический иммунитет к диктатуре вождям или сформируется но если это не сформирует россии не будет она развалит